О статистике дорожно-транспортных происшествий на территории округа говорили сегодня и на совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Всего члены комиссии обсудили шесть вопросов. В их числе профилактика рецидивной преступности среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества, выявление мошеннических действий в сфере обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Криминогенную обстановку на Ямале проанализировали сегодня на совещании по обеспечению правопорядка. Заместитель губернатора Арктического региона Михаил Каган встретился с силовиками. Первым рассмотрели вопрос профилактики рецидивной преступности среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества. В округе стоит на учете 1605 таких осужденных. В этом году произошло 34 рецидивных преступлений. Лидируют кражи, незаконный оборот наркотиков и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении лиц, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях округа, проводятся мероприятия, определенные в целях предотвращения с их стороны повторных преступлений, такие как оперативно-профилактические операции, различные оперативно-профилактические операции, нетрезвый водитель, группа риска, нарушитель, осужденный несовершеннолетний. Также проводятся регулярные посещения по месту жительства, месту работы этих осужденных, рейдовые мероприятия в дневное, в ночное время, проводятся профилактические беседы с ними. Дорожно-транспортная статистика по правонарушениям сегодня также была озвучена сотрудниками госавтоинспекции. Снижение смертности к нулю в результате ДТП стоит на контроле у президента России. В регионе зафиксировано снижение количества аварий, но при этом произошел рост детского травматизма. Из общего числа ДТП с участием детей в 23 пострадали дети-пешеходы, в 22 пострадали дети-пассажиры и в 11 велосипедисты. Один ребенок управлял мопедом. Один из действенных способов повлиять на культуру поведения водителей – использование на дорогах округа фото-видео фиксации нарушений, отмечают полицейские. Так, за 2018 год ямальцам было направлено 96 тысяч писем счастья. Общая сумма штрафов составила 54 миллиона рублей. Еще один вопрос касался автовладельцев, а точнее мошенничества в сфере автострахования. На территорию округа действует 20 организаций. Анализ зарегистрированных преступлений показал, что организованных преступных групп, специализирующихся на мошенничество в сфере автострахования на территории округа, не выявлено. Умысел на совершение мошенничества возникал, как правило, у жителей округа уже после совершения дорожного транспортного происшествия с целью получения страховой выплаты, которая по закону и полагалась. Говорили о проблемах и недостатках в сфере правопорядка. Заместитель губернатора региона Михаил Каган дал наказ устранить их в кратчайшие сроки. Дарья Самородова, Кирилл Свинтеев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова